В эфире итоговая программа Вести Хакасия события недели. Я Елена Крылова. Здравствуйте. Мы собрали для вас самые интересные новости минувшей семи дневки и расскажем о тех событиях, о которых вы не слышали в выпусках новостей по будням. Итак, мы начинаем. В различной степени слепота. 14 погибших не пить убедительно просят власти. Сотни бутылок метилового виски могут быть в продаже. Как отличить по первым признакам яд в элитной бутылке? Подсолили жизнь. В Абакане впервые дороги начали подсыпать реагентами. Стоит ли паниковать противникам? На борьбу со льдом выходят простые жители. Это то же самое, как у себя в квартире убираться. Я, можно сказать, поверила себя. Два крупных турнира на высшем уровне «Вершина Тёи» приняла федеральное первенство. Трасса открыта для всех желающих совершить лыжную прогулку. А что показали научные исследования воздуха в «Вершине Тёи»? На этой неделе президент выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Достаточно большую его часть Владимир Путин посвятил борьбе с терроризмом. Своё выступление президент начал со слов благодарности российским военным, которые воюют с терроризмом в Сирии. А завершил словами великого русского учёного Дмитрия Менделеева. Цитата. «Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве». Конец цитаты. Значительную часть выступления Владимир Путин уделил внутренним российским проблемам. В церемонии оглашения послания Федеральному собранию принял участие и глава Хакасии Виктор Зимин. Вот как он прокомментировал обращение президента. Традиционно большое внимание глава государства уделил решению актуальных внутрироссийских вопросов, в том числе которых особый акцент был сделан на развитие сельского хозяйства, где Хакасия за предыдущие несколько лет добилась серьёзных результатов. И для меня, как для руководителя региона, в котором сельхозотрасль определена одним из приоритетов, важно, что президент подтвердил правильность наших шагов в этом направлении. А они нацелены на главное, чтобы село жило, развивалось, люди там трудились, достойно жили. Овся республика была обеспечена своими родными, качественными, экологически чистыми продуктами. Мы на протяжении шести лет над этим работаем и уже добились заметных результатов и по увеличению сельхозпроизводства, и по развитию социальной сферы на селе. К другим темам. Порядка 700 бутылок метилового виски могли попасть в розницу по подозрениям следствия. На этой неделе губернатор Красноярского края Виктор Толоконский обратился к общественности с просьбой отказаться от употребления сомнительных напитков. Число жертв метилового спирта на этой неделе увеличилось. Уже 14 человек погибли. Арестованные шесть подозреваемых, возможно, причастных к продаже нелегального товара. Подробности дела и как отличить дорогой напиток от дешевой подделки, мы расскажем прямо сейчас. 22-летний житель Красноярска очередной задержанный из преступной группировки, которая продавала контрафактный алкоголь. Вчерашний выпускник СФУ решал основную задачу. Он, собственно, приобретал контрафакт в столичном регионе, а после передавал дилерам. И уже от них через интернет напитки активно продавались. Задержанный сам пришел в полицию. После того, как первый человек позвонил, что чувствует полкси. Ну и сначала, честно, ну не поверили, столько лет работаем, все нормально. Ну подумали, может быть, ну перепьем. Почему, как решил прийти сам с повинной? Когда, после чего? После того, как он сказал, что меня ищет. Ну тут ничего не было, ну незаконная предпринимательская деятельность. Много кто занимается так. Никто же не ожидал, что именно такой вот придет товар. Никогда такого не было. Мы сами пробовали и пили. К слову, торговал алкоголем. Неопределенная преступная группировка. Щеткой иерархии в работе не было, как и в любом другом бизнесе. Кто-то закупал товар оптом и предлагал перекупщикам меньшей партии. Сегодня задержанного называют организатором поставок, потому как тот самый ядовитый товар пришел на его имя. Экспертиза показала наличие в жидкости 60% метана. Сейчас по делу об отравлении виски задержано уже 6 человек. Всем им избрана мера пресечения. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. Относительно того, что он организатор, я пока не могу давать никаких комментариев по данному вопросу. Но ваше предположение о том, что есть боли, матерые, наверное, не лишено основания. Сегодня официальные органы заявляют уже о 14 погибших от отравления метанолом. Еще 50 человек находятся в больницах. Кто-то уже пошел на выписку. Часть пациентов и случилось осложнение на зрение в результате воздействия метилового спирта. То есть там различные степени слепота, снижение зрения. Они в дальнейшем будут наблюдаться в глазном центре. Главная задача следователей найти и задержать производителей ядовитых напитков. Следствие не исключает, что порядка 700 бутылок могли разойтись в магазины. К слову, подделка иногда выдает себя и по элементарным внешним признакам. Эксперты в этой сфере советуют, в первую очередь настораживать должна слишком низкая цена. В случае в Красноярске поддельные виски продавали за 500 рублей. Между тем, в розничной сфере в магазинах Хакаси бутылка такой марки объемом 0,7 стоит в районе 2,5 тысяч рублей. Кроме того, неровное и некачество наклеенной этикетки, в целом дешевое оформление – это признак контрафакта. Есть еще несколько хитростей. К примеру, виски Джек Дэниелс 2011 года не выпускают в бутылках с круглыми плечами. Она обязательно должна быть угловатой. Кроме того, никогда свою фирменную продукцию компания не закручивает пробками на резьбе наподобие водочных. Пробка у виски обязательно должна быть деревянной. Горлышко по всей длине должно быть граненым. Обязателен на стекле тисненный логотип фирмы. А на этикетке рядом с цифрой 7 – товарный знак. Часто хорошо выполненную подделку выдает еще один малозаметный признак – порядок надписей на главной этикетке неправильный. Впрочем, сегодня качество подделки может быть таким высоким, что отличить контрафакт на глаз не сможет даже специалист. Единственный верный способ избежать тяжелых последствий – покупать товар только в проверенных магазинах. Сотрудники Россельхознадзора защитили абаканских покупателей от опасной свинины. Инспекторы задержали сразу две фуры с мясом без документов. Без боя не обошлось. Что не совпадает? Что у меня нет оригинала или что? В первой фуре оказался заморский деликатес – свиной язык. По накладным привезен товар из солнечной Аргентины, а маркировка на коробках говорит производитель «Не менее солнечная Бразилия». Мясо неизвестно о происхождении. Вторая машина шла из Тонской области. Внутри штабелями туши свинины. Должен перевозить в побешенном состоянии. Перемосит на вала. То есть подтверждается факт, что продукта может быть отцеплена сальмонеллой, пищечной колочкой. Добавлю, в Хакасии с начала года зарегистрировано больше сотни попыток провести продукты сомнительного качества на прилавке. Подсолили жизнь автомобилистам на этой неделе абаканские коммунальщики. Им пришлось пойти на беспрецедентные меры. Впервые за всю новейшую историю города Абакан отошел от принципов, и дороги начали подсыпать солью. И результат действительно оказался впечатляющим. Минус 7, а лед растаял. Паниковать противникам соли рано. Ее используют совсем мало. В пропорциях 1 к 15 соль подмешивают в песчаногравийной смеси. И посыпают только самые опасные участки, в частности, пешеходные переходы. Кстати, за последний месяц из-за гололеда в травматологию обратились порядка 700 абаканцев с ушибами и переломами. Все эти люди имеют полное право подать иск в суд на возмещение вреда здоровью. Ну а на борьбу с наледью на этой неделе вышли не только коммунальщики, но и рядовые жители города. Такой вот хороший пример. Это, мне кажется, нормальное явление, если ты помогаешь городу, тем более где ты живешь, проживаешь. Это то же самое, как у себя в квартире убираться. А сейчас в нашем выпуске парламентские вести. В небольшом кабинете большой политик. Единороссенатор Евгений Серебренников проводит в Абакане прием граждан. Люди идут с разными вопросами. Вот Геннадий Фроловский, работник Бородинского совхоза, жалуется на управляющего предприятием банкротом. Тот уже два года не выплачивает зарплату. У нас есть решение суда, но до сих пор она не исполнена. Вот у меня будет в январе два года, как она в силу вступила, но до сих пор не выполнена. Суда по выплате заработной платы? Да, я вам покажу. Но до сих пор не выплачена она в полном объеме. Вот есть ли закон, который разрешает ему это тоже делать? Нет. Тоже нет? Нет. Это здесь уже недоработка судебных приставов. Евгений Серебренников обещает разобраться в ситуации и сделать запросы в соответствующие структуры. А вот пенсионерка из Абакана пришла с целым списком. Валентину Осипенко достают соседи-курильщики дымом. Каковы компенсации льготникам? Сенатор также берет вопросы женщины на карандаш. Возможно, найдут и время для решения моих вопросов. Конечно, чиновник такого уровня проводит прием жителей не каждый день. Лишь по прибытию в республику. Однако, местные депутаты выслушивают людей буквально каждый день. С начала года сюда обратилось десятки, а то и сотни человек. Приемная работает ежедневно. И мы ведем прием каждый день. И также у нас есть выездные приемы. Это выездные приемы руководителя приемной в районах. Мы еще назначаемся не только в самом районе, но и в отдаленных населенных пунктах. Впрочем, пообщаться с сенатором смогли не только абаканцы, но и жители Таштыбского района. Здесь он проводил прием несколько часов. Ну а людей на селе в первую очередь волнуют вопросы сельские. Один из пенсионеров предлагает вернуть в страну государственные совхозы, как было в советское время. Кажется так, что на примере, ну, вроде бы успешного развития сельского хозяйства в социалистическом обществе, кажется, что сейчас вернуться бы и все. Но это надо возвращаться во всем. А мы понимаем сегодня на примере развития других стран мира сегодня, что это тупиковое. Все равно тупиковый поход это. Один за одним идут жители. У кого-то частная проблема, у кого-то масштабная. Евгений Серебренников обещает каждому помочь в решении, либо прямо на месте отвечает на интересующий вопрос. Кстати, позитивный пример таких приемов в том же Таштыбском районе имеется. Отдельные вопросы, в том числе, как бы решались и в том числе и на региональном уровне. Вот, например, в том числе вопросы обеспечения сотосвязи наших отдаленных сел. То есть в данном случае это касалось двух муниципальных образований. Матрусское муниципальное образование и Анчульское муниципальное образование. То есть на сегодняшний день практически эти вопросы решены. Люди с интересом и с надеждой приходят высказать не просто свои боли где-то и поискать помощь, но и просто высказать свои предложения по дальнейшему развитию государства. Это интересно, это ценно, это основа депутатской деятельности. И, наверное, в этом и есть работа депутата. По тем вопросам, которые конкретно поставлены передо мной, конечно, будет проведена конкретная целенаправленная работа и с органами власти республики Хакасия, в некоторых случаях и с федеральными органами государственной власти. В целом же в этот день по Хакасии прием вели десятки депутатов от «Единой России». По статистике на прием попали более 220 жителей. Просвещались на минувшей неделе и сами законодатели. В Абаканской администрации состоялся семинар муниципальных депутатов. Главная задача мероприятия – обмен опытом. Например, прокуратура привела список общих ошибок райсоветов, повод задуматься и справиться для последних. А Абаканский райсовет и Верховный совет поделились опытом создания сайтов. Информационная открытость органов законодательной власти – одно из главных требований. Обмен опытом и государственных органов власти, и надзорных органов власти, как у нас предусмотрено в сегодняшнем совещании, программой, так и между коллегами, то есть нами, представителями муниципальной власти городов и районов Республики Хакасии. У нас единая задача. Но реализовать задачу нам нужно в соответствии с законом правильно, но у каждого свои имеются особенности. И вот этот обмен мнений по всем вопросам всегда помогает. Мы стараемся, чтобы наши законодатели, будем говорить на местном уровне, или представительные органы, были в курсе всех тех изменений в федеральном законодательстве, в нашем законодательстве. Вот такие обучающие семинары мы стараемся проводить регулярно. Это Вести Хакасия, события недели. Мы продолжаем. Принято решение о разрыве сотрудничества с Тюрксой, культурной организацией, объединяющей тюркоязычные страны. В регионы России по линии федерального Минкульта уже направлены телеграммы о прекращении контактов с организацией. Добавим, что Хакасия тесно сотрудничала с Тюрксой и участвовала в мероприятиях, проводимых организацией. Поддерживаю реакцию Владимира Сиславовича Мединского, поскольку те акции, которые случились недавно, и они направлены против Российской Федерации, против наших военных летчиков, то, естественно, о каких взаимоотношениях, о продолжениях сотрудничества в рамках Международной организации Тюрксой и Российской Федерации, я думаю, это правомерно и правомочно, что сегодня они полностью прекращены. В Аскейском районе 26 человек лишились крыши над головой. В селе Усчуль на минувшей неделе загорелся восьмиквартирный жилой дом. Один человек погиб. По словам местных жителей, трагедии вполне можно было бы избежать, будь в селе своя пожарная цистерна. Подробности у Константина Кравцова. Старый деревянный барак пламя почти полностью уничтожило в считанные минуты. Сильный ветер сыграл здесь не последнюю роль. В результате пять семей остались без крыши над головой. Эпицентр возгорания – одна из комнат. Возможно, что причиной пожара послужило короткое замыкание. Дознаватели разбираются с этим пожаром. Причина потом будет ясна, когда полностью разберутся. Значит, во время пожара там погибла женщина у нас. Предварительно 90 лет ей было. Пожарные и энергетики теперь в голос твердят, дом уже давно считался проблемным. Признанно аварийным, более того, в сельсовете на балансе даже не состоит. По факту ЧП следователи ведут проверку. Впрочем, трагедия могла быть куда меньших масштабов. Но проблема в том, что ни в Усть-Чули, ни поблизости нет пожарных расчетов. Ближайший из Ташты помчался тушить горящий дом более получаса. И этой проблеме маленького села уже не первый год. Писали пять лет назад. И вот нынче летом обращались, чтобы открыли у нас тут на месте пожарную часть. Потому что наша территория находится вне зоны обхата вот этими пожарными пожарной защиты, противопожарной защиты. С Ташты до сюда это 40 минут с Бельтырского до Усть-Чули тоже 40 минут езды. Заставит ли эта трагедия профильных чиновников решить проблему однозначно сказать сложно. Пока же погорельцы, потерявшие жилье, расселены кто у родственников, кто у друзей. Люди нуждаются в гуманитарной помощи. У многих сгорели не только документы и паспорта, но и все вещи. Константин Кравцов, Вести Хакасия, события недели. Это Вести Хакасия, события недели. Прямо сейчас о некоторых событиях коротко. Почти двое суток не мог принять самолеты аэропорт Абакан из-за сильного тумана. Видимость в аэропорту была 300 метров при норме в 1000. Рейсы Абакан-Москва, Новосибирск-Абакан, Красноярск-Абакан пришлось переносить на несколько часов. Такой ситуации у нас не было уже на протяжении пяти лет, что больше суток у нас по низкой видимости не принимали самолеты. Семь автомобилей раздали многодетным семьям в Хакасии. Это те, у кого семьи более детей. В этот раз впервые дарили не мини-вены, а настоящие микроавтобусы «Газели» класса «Бизнес». Их называют русскими иномарками. Возить можно всю большую семью. Сюда приедем и ребятишек привезу и сами хоть отдохнем. Когда летом шарап съездим. А в Абаканском роддоме теперь будут контролировать состояние роженец и младенцев. Родовые залы оснастили специальными приборами. Датчики измеряют все параметры. Если какой-нибудь из них выходит из нормы, то прибор включает громкий сигнал тревоги. Приоритет, естественно, отдается женщинам с измененным состоянием здоровья. В вершине Тёи до середины января лыжная затишья. Состоялись два серьезных федеральных турнира Кубок Хакасии и первый этап Кубка России. Лыжники разъехались и опробовать трассу появился шанс у всех желающих. Можно устроить себе лыжные выходные, взять в центре подготовки инвентарь и покататься на трассе мирового уровня. Кстати, у профессионального лыжника этих самых лыж может быть до 40 пар. Мы изучили изнанку соревнований и расскажем то, чего не увидит болельщик. В этот раз снега в вершине Тёи даже в избытке валит стеной вполне лыжная погода на трассах. Эти соревнования федерального уровня первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Сегодня на старте спортсмены из 40 регионов России и Республики Казахстан. Это уже нелюбительский забег. Порядка 350 лучших лыжников России, но за несколько часов до старта главные герои вовсе не они. Обратная сторона спорта ее видят немногие. Обеспечить победу российской сборной это целая наука, система с огромным коллективом, где у каждого своя четко определенная роль. То, что происходит сейчас, такой лыжный пит-стоп. Подготовить снаряжение надо для каждого спортсмена, причем у каждого далеко не одна пара лыж. Мастер спортивный класс, если он сборист до старта лыжник выбирает самую подходящую и выбирает ее в сторону. С остальными начинается череда научных экспериментов. Они тестировали лыжи, выбрали лучшие лыжи. После этого хучки, на хучку лыжу научится ускоритель и пробуется. Добавило, не добавило. А потом уже из лучшего ускорителя участия фарма. Этих людей называют сервисменами. Очень важная персона. Они наносят несколько слоев мази, шлифуют. В этом году в Вершинитёе построили боксы для подготовки лыж. Но самые ответственные люди всегда на морозе. Лыжи готовят обязательно на улице, прямо на лыжне, без перепадов температур. Это экспресс подготовка окончательная до отки. А у нас уже очень много слоев есть. Вот парафин, 100% содержащий материал и корителей. На каждой трассе есть так называемая обкаточная гора. В идеале она должна повторять все особенности трассы – спуски, подъемы, повороты. Её работники лыжни готовят отдельно. Это такая трасса в миниатюре. Внутри дистанции находится здесь практически одинаковая температура, влажность воздуха, как и на стартовой поляне, как и по всему кругу. Здесь спортсмены, тренерские кадры и сервисмены команды тестируют порошки, парафины, ускорители, эмульсии, для того, чтобы придать более скользкое состояние лыжи. Лыжник по очереди испытывает каждую пару с каждым вариантом сочетания мази и шлифовки. Параллельно специальный прибор анализирует структуру снега и динамику её изменения. Работа долгая и кропотливая. Это тонкое ремесло, секреты здесь передаются чуть ли не по наследству. Бывает так, что концепцию подготовки лыж приходится менять по нескольку раз прямо перед стартом. Влияет не только температура, но и очень влажность меняется. Влажность меняется, всё меняется. Тем временем не меньше работы у организаторов собственно забега. Центр спортивной подготовки в вершине Тёй растёт так быстро, что для работы здесь не успевают найти людей. В помощь волонтёры, ученики спортивных школ и студенты училища Олимпийского резерва. Всё должно быть по правилам. За этим следит судейская коллегия. Очень долго соревнования проводятся. Спасибо большое волонтёрам я скажу. Если сделано всё правильно, готова трасса, спортсмены, позволяет погода, это не холоднее минус 19, объявляется старт. Лыжный стадион в вершине Тёй спланирован таким образом, что забеги идут перед глазами у зрителя. Не надо ждать, когда лыжник покажется из-за поворота. Сегодня спринт, самая зрелищная гонка. Стартует сразу шесть спортсменов. По накалу страстей она схожа с биатлоном. Невероятный стресс главным образом для тренеров. Это спринт нервотрепный вид спортсмены стоят четыре раза им приходится стартовать, если он не попадает дальше в финал. А тренерам еще сильнее стоят двадцать метров. Прохолачивают очень сильно. От выступления спортсмена на первом этапе кубка зависит его рейтинг и дальнейший успех в сезоне. Кубок проходит в течение двух дней. В индивидуальной гонке победу одержали участники Олимпийских игр Дмитрий Епаров и Ольга Кузякова. Сильнейшими спринтерами стали Николай Марилов и Елена Соболева. Если бы снег мог таять от накала страстей. Я можно сказать поверила в себя. Не так сильно, но поверила. Меня берут на этапу и хотелось бы очень хорошо там выступить. Сегодня получилось победить. Это было супер. И сегодня вечером я уезжаю готовиться дальше в Европу. На лыжном стадионе в Вершине Тёи уже в этом сезоне оттренировались больше тысячи лыжников. Все они отправились на другие базы первенства. Среди них и представители Хакасии. Мастер спорта Михаил Сорокин, который вошел в тридцатку лучших спринтеров, выступит в Чусовом на втором этапе Кубка России. Дмитрий Лубнин, один из лидеров юниорской сборной страны, 14 декабря поборется за честь российской команды в Тюмени. В Вершине Тёи сейчас наступило время других видов спорта. В ближайшие два месяца здесь проведут сборы команды под зюду и плаванию. А ближайшие крупные лыжные соревнования в январе третий этап Кубка России. В Вершине Тёи трасса, как говорят спортсмены, намоленная. Чемпионов там начали тренировать еще в 60-х. Тренеры тех лет заметили, что много сил появляется у спортсменов после забегов на этой трассе. И вот, научные исследования 21 века подтвердили, воздух там действительно особенный. Это еще кое-что любопытное рассказал директор Центра спортивной подготовки Тёи Сергей Храмов. Интервью далее в нашем эфире. Сергей Михайлович, здравствуйте. В первую очередь, конечно, поздравляем вас с тем, что вы так успешно приняли таких два серьезных первенства. Скажите, пожалуйста, как все у вас получилось так, как планировалось? Мы проводим уже в пятый раз и кубок, первый этап кубка страны по лыжным гонкам, также и соревнования на кубок Хакасии. С каждым годом мы прирастаем, прирастаем по качеству и по сервису обслуживания наших лыжников и, соответственно, по организации соревнований. Ну, вершина Тёи такое интересное место и наверняка вам известны какие-то такие его особенности, фишки. В самой Тёи непосредственно и в округе окружают большие рудники, большая добыча железной руды открытым способом. Идет большое испарение и воздух перенасыщен ионами железа. И есть заключение Алтайской лаборатории официально, что данный воздух является лечебным, его можно использовать в целях именно здоровления, при легочных заболеваниях и прочее. А этот центр спортивной подготовки, он открыт только для тренировок профессионалов или, допустим, может любой желающий собраться в компании и поехать туда отдохнуть? Весь декабрь, значит, мы можем принимать до 170 человек, значит, инвентарь, конечно, у нас в таком объеме не имеется, но достаточно для по результатам прошлых лет, когда обеспечили людей. Значит, трассы у нас подготовлены таким образом, что мы можем тренировать и просто прокатиться так, как специалистов, профессионалов и специалистов высокого ранга, так же и начинающих. Трасса Абакан-Тайшет отмечает полувековой юбилей. Одна из самых трудных для строительства железных дорог страны была проложена в тайге всего за 7 лет и обошлась бюджету тогда в 250 миллионов рублей. По нынешним временам это приблизительно 50 миллиардов. Историю всесоюзной стройки изучил Виктор Лушников. Строили трассу мужества под таким неофициальным названием она вошла в историю одновременно по четырем направлениям. От Абакана на восток, от Тайшета на запад и от станции Саянская в обе стороны. Первые эшелоны с оборудованием и строителями начали прибывать на станцию Абакан в 1958 году. Самые первые вагоны помогал сортировать Иван Гуреев, работавший в те годы маневровым диспетчером на станции Абакан. По комсомольским путевкам в Хакасию, Красноярский край и Иркутскую область приехали 35 тысяч молодых людей со всех уголков Советского Союза. Ехали в необжитые места, в суровые климатические условия. Зимой в тайге морозы доходили до минус 55 градусов. Строители валили лес по маршруту трассы, отсыпали полотно, возводили мосты, прокладывали тоннели, сами пути и электроконтактную сеть. Уникальность Абакан-Тайшета еще и в том, что по проложенным рельсам сразу пошли электровозы. Еще один своеобразный рекорд Абакан-Тайшета. Здесь был проведен самый мощный промышленный неядерный взрыв тысяча килотонн в тротиловом эквиваленте. Самые яркие моменты стройки и воспоминания ветеранов-строителей стали основой фильма красноярских телевизионщиков. Его показали во время торжественного собрания, которое прошло в Абаканском ДКЖД. Начальник управления Красноярской железной дороги Владимир Рейнгард продемонстрировал недавно рассекреченный документ заключения госкомиссии о приемке трассы в эксплуатацию. Сметная стоимость у этой дороги хочу сказать историческую данность всего стоила 251 миллион рублей. Эта дорога построена за вот эти деньги. Кстати сказать с экономией в 13 миллионов. Это в суммах начала 60-х годов. Сейчас по самым скромным оценкам это 50 миллиардов нынешних рублей. Средства пошли не только на строительство дороги, но и на возведение жилых поселков. И в этом тоже огромная заслуга стройки и транспортников. Там, где строится железнодорожный объект, прокладывается железная дорога, строилась вся инструктура. Не только строилась, но и содержалась. Соответственно, это были новые поселки. Это новые детские сады, школы, больницы, которые, в принципе, возникли благодаря строительству железной дороги. Поэтому железная дорога – это жизнь. В зале чествовали ветеранов и действующих железнодорожников, тех, кто сегодня продолжает традиции первопроходцев. Поскольку магистраль, как живой организм, ее постоянно совершенствуют, открывают новые объекты. Действительно, дорога имеет свое уникальное стратегическое значение для освоения стрельного рынка Западной Сибири, Юго-Сибири, Республики Харкасия, Юго-Красноярского края. Переценить это невозможно. Эта дорога еще служит, связывает транзит, транзитные перевозки из наших ближних и дальних зарубежей. Уже Казахстан дал дальним зарубежием. Поэтому выход из Казахстана, из юга Алтая, Кузбасса на порты Дальнего Абаза. Поэтому дорога осуществляет обеспечение погрузочными ресурсами регион. Тем не менее, очень половина – это транзитные перевозки. Чтобы увеличить пропускную способность трассы Бакан-Тайшет, железнодорожники планируют построить на ней за 4 года 115 километров вторых путей. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, События недели. Это была программа Вести Хакасия, События недели. Мы рассказали вам о том, что посчитали интересным на минувшей семидневке. Теперь у меня все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова